Городовиковцы, присоединяясь к тому, что сказал Сергей Николаевич, конечно же, в первую очередь, хочу вас поздравить, действительно, с таким обывалом, рекордным урожайом. Конечно, в первую очередь, это труд ваш, труд земледельца. Несмотря на тяжелые климатические условия, за последние годы Городовиковцам удалось в этом году получить 80 тысяч тонн зерна. Это, безусловно, радует. Если еще пара лет вот таких урожайных, наши СПК, вот о чем мы говорили в Комсомольце, сегодня еще встречаемся, ряд предпринимателей присутствует в этом зале. Пару лет таких урожайных, и Бог даст, мы потихонечку выпрямим ситуацию в экономике, районы в целом, вернее, коммунки в целом, но и районы в частности. Вернусь вот к той цифре, которую озвучил руководитель района, я веду несвязанную поддержку. Хотел бы отметить, что в среднем по России она достигает около 300 рублей, а у нас 480. Это, безусловно, сделано было за счет республиканского бюджета. Наша доля софинансирована. Мы планируем не останавливаться на достигнутом, и будем помогать. Это то, о чем мы говорили, процентная ставка. Сегодня задача стоит, конечно же, расширить круг тех, кто пользуется этой государственной поддержкой, чтобы у нас все фермеры, все хозяйства получали такую поддержку. Почему? Потому что на сегодняшний день не секрет, не все хозяйства мы сможем обеспечивать такого рода федеральной республиканской государственной поддержкой в связи с недостатком средств. Но все познается в сравнении. Ведь так всегда мы исходим из того, что было, и что есть, и что планировалось. Так вот, то, чем реплика прозвучала по дорогам, не все, конечно, не все. Но за последние десятилетия начали? Начали. И это тоже не секрет. Это тоже факт, от которого отмахнуться трудно. Потому что в этом году, с 2014 года, мы начали пополнять районные, муниципальные и дорожные фонды. Сегодня из Республиканского дорожного фонда 34% уходят на районы. В среднем, если посчитать, в зависимости, конечно, от протяженности дорожных сетей, а в среднем по районам это около 9-10 миллионов рублей в год. Многие сельские и муниципальные образования получили, ну пусть кто-то, вот Юрий Александрович вчера мне назвал цифру, в пределах 870 тысяч. На будущий год мы в ноябре будем рассматривать бюджет 2015 года. Мы планируем довести долю до 50%, значит, соответственно, и эта цифра увеличится, и увеличится количество населенных пунктов, в том числе и дороги в город, в городовиковские. Еще раз повторюсь, все познается в сравнении. Я вот сегодня встречался с медиками и говорил о том, что мы сделали в этом году, по социальным выплатам ежемесячно. И мы вспоминали о том, что было лет 10-12 назад. Я имею в виду материнские ежемесячные. Вы помните, какие баталии происходили тогда. Но 12 лет вот эти 100 рублей как были бельмом на глазу, так и остались. Кто-то скажет, что мало. Конечно, я соглашусь. Но мало, если учитывать то, что десятилетиями не трогал эту тему, а тут сразу в два раза. Это тоже факт произносит сразу в два раза. Всегда можно говорить полум стаканом или полупустой. Вот я и схожу из того, что он все-таки пока полуполный. Но не полупустой. Почему? Потому что работа, которая начата нами, системно начата, она продолжается. И пусть сегодня эти результаты не такие, какие хотелось бы видеть, но они есть. Это факт медицинский, как говорят иногда в обиходе. Хотел бы остановиться еще на некоторых социальных подвижках, которые мы делаем. Я имею в виду повышение заработных плат, повышение ветеранских, повышение той государственной поддержки, той государственной финансовой поддержки, в первую очередь, звания ветерана труда Калмыкии. На осень текущего года нами запланирован пакет нормативных актов, который даст возможность, во-первых, выделить эту социальную льготу в отдельную, не совмещать ее с любыми другими, как кто компенсацией репрессированный, инвалидный и прочее, прочее. И тогда, когда в соцзащите возникает вопрос, речь идет сегодня, вам это тоже известно, либо, либо одной из них. Мы эту льготу сделаем независимой, она пойдет в дополнение. Самое главное, мы, конечно же, финансово ее увеличим. Если за два прошедших года, всего-навсего два года тому назад, мы подняли из, так скажем, дна, сундука, вот этого, который в десятилетии уезжал, вот этот законопроект, приняли его два года тому назад 300, в 2014 году 500, в этом году до конца года доведем до 700 рублей. И еще, конечно, одна немаловажная деталь, мы радикально снизим выслугу лет, трудовой стаж. Причем не на год, не на два. Сегодня прорабатываются разные варианты, чтобы радикально снизить возможности для тех, кто заслужил, подчеркиваю, своим трудом, это почетное звание, получать эту государственную поддержку, ну и не нивелировать его до того, что может вызывать вопросы у тех, кто заработал это звание десятилетиями своего безупречного труда. Сегодня мы здесь у вас весной, ой, с осенью этого года открываем на базе вашего детского дома казачий-кадетский корпус, то, о чем вчера, в принципе, вообще нельзя было даже представить себе в мыслях. Кадетские казачьи классы существуют в республике, но сегодня это полноценное учебное заведение, которое через несколько дней буквально откроет свою дверь. Это, конечно же, было достигнуто в первую очередь тем, что та государственная поддержка, здесь хочу отметить, что Калмокия один из немногих регионов, которые такую государственную поддержку оказывают, причем, подчеркиваю, только из своего республиканского бюджета, то есть из возможностей своей экономики. Я имею в виду ежемесячные 20-тысячные социальные компенсации на ребенка в приемную семью и 30-тысячные на ребенка-инвалида. В этом же году, с 1 июля, вы знаете, мы подняли компенсационные выплаты вдвое, увеличивая их на детей, которые живут в опекунских семьях. И, безусловно, будем продолжать эту тему. Мы пока еще оставляем интернаты коррекционные и некоторые другие специализированные медицинские учреждения. Вы понимаете, для какой категории детей это все еще остается нужным и злободным. Там, где государственная поддержка нужна, скажем так, более детальная, высококвалифицированная. Сегодня здесь я в рамках своей очередной поездки и рабочей поездки конечно же проверяю и инспектирую все то, что когда-то планировалось, что то, что когда-то высказывалось с вами. Сегодня можно констатировать, что в большинстве своих, мои получения выполняются или находятся, выполнены или находятся в процессе выполнения. Задачи стоят перед нами гораздо более масштабные. Мы только сегодня выходим, ну, если можно так говорить, у строителей это называется нулевой цикл. Дальше мы будем строить. Самое главное уже сделано. Экономика наша живет. Как бы кто это ни говорил и как бы кому-то это ни хотелось. Экономика наша живет. И не просто живет, она позволяет нам раз в год применять вот такие интервенции в социальную жизнь жителей Калмыкии и помогать наиболее неимущим слоям населения.